Привет! Я Игорь Козлов, Team Lead нашей команды. Мы занимаемся авторизацией физлиц в мобильном банке и в интернет банке. Точнее, мы отвечаем за слой авторизации пользователей на бэкэнде в монолите API-физлиц и за процесс авторизации в микросервисах. В нашем ведомстве все, что происходит, когда пользователь пытается войти в приложение мобильный банк или в интернет банк. Здесь мы тесно взаимодействуем с Ninkov ID. Это наш сервис единого входа. В компании много продуктов и много сервисов, которые за эти продукты отвечают. С одной стороны, нам нужно, чтобы человек, у которого есть открытые продукты при первом входе, сразу получил к ним доступ. С другой стороны, если у клиента нет продуктов или он ими не пользуется, нужно предложить ему их оформить. При этом нужно, чтобы процесс проходил быстро, надежно и не создавал лишнюю нагрузку на другие сервисы. Авторизация существует столько, сколько существует интернет-банк. Репозиторий, в котором в основном работает команда, был создан в 2012 году. Но отдельная команда была сформирована два года назад, так что функционал относительно свежий. Наша команда выросла из команды API-физлиц, в которой, по легенде, переход с джава на скалу произошел, чтобы повысить скорость разработки. Но мне лично нравится скала, потому что она позволяет избегать многих ошибок за счет системы типов. У нас небольшая команда, на данный момент в ней семь человек. Из них пять — это скалы-разработчики, один — системный аналитик и один — QA-инженер. Жесткой специализации или привязки задач к конкретным разработчикам у нас нет, но есть естественное разделение. Кому-то больше подходят технические задачи, кому-то бизнесовая. Наш проект все время эволюционирует. Например, три года назад мы интегрировались с Тинькофф ID — нашим сервисом единого входа. А сейчас разрабатываем единую систему авторизации для всего Тинькофф. Если говорить про технологии, то в Монолите у нас используется стандартная библиотека и Future с большим количеством самописных библиотек. В микросервисах мы стремимся использовать Zio, потому что он дает больше возможностей по управлению потоком выполнения и имеет хорошую экосистему. Что касается других библиотек, могу упомянуть следующее. Мы используем Finagle для работы с HTTP, потому что решение универсальное, с простым интерфейсом, с многочисленными настройками. Мы используем TETIS, потому что он имеет минимально необходимый интерфейс для работы с JSON и дополнительный бонус — возможность работы без AST. Мы используем Enumeratum, потому что для перечислений он удобнее, чем Enam во второй скале. А что касается внутренних библиотек, мы сейчас экспериментируем над легким фреймворком для микросервисов — осень. Результаты пока не ясны, посмотрим, как пойдет. Очень хотим и работаем над тем, чтобы отделиться от Monolith. В Monolith очень сложно двигаться быстро. В Open Source Community на официальном уровне участия не принимаем, но некоторые ребята занимались и контрибьюторами в Zio, ZioTest и ZioSchema. И завершая этот блок, у меня для тебя три совета. Первый. При разработке используй фича TOGLA. Это позволит быстро отключить код в случае возникновения каких-либо проблем. Второй. При оптимизации смотри на флеймграфы. Это позволит быстро найти горячие места и оценить эффект от оптимизации. И третий. При поддержке заводи дежурство, чтобы с одной стороны всей команде не пришлось постоянно переключаться на поддержку, а с другой стороны, чтобы все участники команды были в курсе. Теперь давай расскажу про команду. По четвергам мы собираемся на технический микрофон, где ребята делятся опытом в освоении новых библиотек и плясок на кораблях. А также обсуждаем технически сложные решения. Ну и дейлики, конечно, тоже проводим, как планирование и рета. За пределами непосредственной работы над проектами разработчики занимаются преподаванием, занимаются менторингом, проводят собеседования, участвуют во внутреннем опенсорсе. Так как команда распределена, с неформальными встречами все немного сложно. В оффлайне мы встречаемся редко. Команда собиралась почти полностью один раз на корпоративе в Екатеринбурге. Зато иногда мы собираемся онлайн и играем в настолки. Словом, команда у нас дружная, работа интересная, работы много. И мы всегда рады новым коллегам. Скала многогранна. Изучайте скалу.